У кого вот этот случай, когда нет возможности? Давайте с вами поговорим. Микрофончик сюда. Вот он бежит, микрофончик. В виде девушки заботливой. Вам не скучно на лекции? Нормально? Да. Рассказывай. Спасибо. У вас не хватало духовной практики в жизни. Поэтому не хватило сил. Видите, это главная проблема. Нет сил. Видите, нет сил. Это главная проблема. Означает, нет контакта с Богом. Так. И после этого у меня появился такой полный сердце страх. Я очень с удовольствием боялась его. Я не с ним встречалась, ничего не было. Никаких хороших отношений, не с лишним экономических. А вот этот человек, что с ним сейчас? Я не знаю, что с ним. О, как он будет. После этого он пытался сказать, но у меня просто такой ужас, такой страх. Я просто не хотела пока его видеть. Почему я не знала, как это станет, как это станет, или что? А сейчас? Сейчас. И сейчас. Мне очень мало, что я так поступила. Ну, он, по-моему, вас ждет дальше. Бог не разрушил отношения, по крайней мере, то, что я сейчас вижу. Узнайте. Поддержите. Стоп, извините. Если вы смогли бросить человека, вы можете так же и вернуться. Не так-то просто бросить человека. Если вы смогли бросить, значит, можно так же и прийти назад. А вы узнаете у него теперь? Вы придите и скажите, ты не поменял свое мнение, мой дорогой? После стольких лет разлуки. Я знаю, что у него были какие-то девушки, а девушка? Не знаю. Мои хорошие, давайте не будем сейчас об этом говорить. У кого кто был. Я тоже могу вам кое-что сказать на эту тему. Итак, возвращаетесь. То есть это тот человек, который не нужен или не нужен? Нет, понимаете, это тот человек, который вам дал Бог. Мы сейчас во что играем? Мечту или в жизнь? То есть это тот человек, который вам дал Бог. Вы с ним пройдете испытания свои, станете счастливы. Я могу перечислить качество, характер этого человека, если вы хотите. Этот человек искренний, деликатный, немножко слабохарактерный, чуть-чуть, не сильно. Старается быть лучше. Он очень честно и искренне к вам относится. А вы нет к нему. Вы гордо с ним себя вели. Это правда. Я перечислил качество этого человека. Отстанье, но несколько, чем он видит. Надо, значит, возвращаться, правда ведь? Я знаю. Вы разумная? Нет. Спасибо, что вы так сказали. Все разумные женщины говорят, что они неразумны. Все неразумные женщины говорят, что они разумны. Также дети тоже. Когда ребенка спрашиваешь, ты хороший мальчик? Он говорит, хороший. Это значит, что он неразумный. Если ты его спрашиваешь, ты хороший мальчик? Он молчит. Значит, он разумный. Так как разумной женщине, я вам говорю, вы должны вернуться назад. А зачем вы пришли вообще на эту лекцию? Вы же слышали, что я страшный человек. Почитайте в интернете. Первое, пришли на лекцию. Второе, встали, задали вопрос. Смотрите, сколько ошибок вы сделали. Я тоже боюсь, что ситуация повторится, но я снова не могу. Так вы ведь нет необходимости. Вот смотрите, слушайте сейчас внимательно. Это не цирк. Мы сейчас с вами на ее примере разберем тяжелейшую ситуацию в жизни и поймем, как в ней себя вести. Это ситуация каждого из нас. И у каждого человека в отношениях это есть. Вот слушайте сейчас меня внимательно. Возвращение назад не означает никаких мук. Первое, она ставит условия и смотрит. Действительно человек хочет их соблюдать. Если не хочет, значит, я не прав. Это значит, Бог не дал этого человеку. Если он хочет соблюдать, значит, я прав. Второе, вы ставите второе условие. Если мне будет тяжело, я буду чуть-чуть жить отдельно, отдыхать, потом опять возвращаться. Он скажет, нет проблем, значит, ваш человек. Что бы вы ни сказали, для того, чтобы вам облегчить свою судьбу, он на все будет согласен. И в чем тогда трудность, скажите? Трудность заключается в том, что люди не договариваются на берегу. Надо договариваться. Придите и поговорите с ним. А дальше вы увидите волю Бога. Если я прав, то воля будет так двигаться. Если не прав, Бог вам даст другого. Никогда не бывает так, чтобы человек остался один. Если он сделал все правильно. А ваш путь – это назад. Теперь вы спокойны? То же самое смотрите, когда вы живете с человеком. Если вы не можете, не нужно себя насиловать, побудьте отдельно, отдохните, в сердце стройте с ним отношения. Но не говорите, что вы его бросаете. Просто побудьте отдельно. Это хорошо. Это неплохо. То есть нет ограничений. Понимаете, люди часто думают, мы должны быть вместе до последнего, мучить друг друга до последнего. И разлететься навсегда. Вот это неправильное мышление. Понимаете? Надо чувствуете, не можете, отдыхайте. Вот представьте, штангист поднимает штангу, и он не может ее поднять. И он поднимает ее, поднимает, пока не помрет. Это нормально? Это неправильный подход жизни. Не смог поднять – отдохни, опять поднимай. Но именно эту штангу. Не надо бегать, искать полегче. Это бесполезно. Штанга будет всегда одна и та же, просто в виде разных людей. Эта же штанга и есть ваша судьба. Да? Ваш? Вы готовы? Смотрите, что было с девушкой. Вы готовы? Я почему? Я же предупредил в начале лекции, что будет тяжело. Это сложнейшая тема и сложнейшая беседа. Ну, какая смелая. Скажите, пожалуйста, вот немножко другая ситуация. Если мужчина ушел… А, поэтому вы и готовы, что он ушел, да? Нужно ли просить, возвращаться к нему? А как вы это сделаете? Он поддерживает отношения с ребенком. Ну, как вы попросите, вы поймите, что он же как раз и ушел от того, что… Слушайте внимательно. Это другая тема, преждевременно, но она тоже нужна. Это следующий наш разговор. Он же как раз и ушел, потому что вы в этих отношениях всегда были унижены перед ним. Ведь правда же? Да. Так вы и сейчас хотите унижаться перед ним. Как же он вернется? Обретите себя. Смотрите, человек влюбляется, унижается перед человеком. Тот, кого любит, становится гордым. Если тот, кто влюбился, он не берет себя в руки, он становится потерянным в отношениях, то его бросают. Понимаете, да? Что сейчас нужно сделать? Нужно взять себя в руки, нужно в этих отношениях успокоиться. Понять, что Бог для меня главный. Он мне дал человека, и он сам решит, вернется этот человек ко мне назад или нет. Вам надо обрести себя. И находиться рядом с этим отношением не так, как кролик суда... Вы слушаете или говорите? Вы вообще меня не слышите сейчас. Надо построить так с этим отношением человека, отношение сейчас, что вы спокойно должны на него реагировать. Придет он, не придет. Это решает Бог. Спокойно реагирует, понимаете? И он должен вашу силу увидеть. А когда он увидит вашу силу, он начнет вас уважать. А после уважения к вам и до его желания вернуться, огромный путь. Вот смотрите. Вы сейчас огромный путь проделываете. Вы делаете так, что вы спокойно относитесь к нему, и при этом становитесь красивой, румяной, счастливой, несмотря на то, что он вас бросил. С другой стороны еще поджимает другой стороны. И я не знаю, это вариант твоего действия. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Слушайте внимательно. Слушайте, это третья тема уже. Третья тема заключается в том... Слушайте внимательно. Третья тема. Никогда человек не может создать новую семью, если у него не осталась чистая и светлая память о том, что было до этого. Сердце должно успокоиться. Там не должно быть желаний или гнева. Если ты гневаешься на другого человека, то с этим гневом ты получаешь себе близкого человека, который тебя будет разрушать. Если ты обижен на человека, то ты с обидой человека получаешь обиженного на жизнь. И будешь с этим обиженным жить всю жизнь. Если ты чистая и светлая память, ты уже простил человек, успокоился по отношению к нему, то ты встречаешь как с нуля, с белого листа себе другого человека, и у тебя будет нормальное с ним отношение. Поэтому ответ очень простой. А вы можете сейчас создать новую семью? Вот честно. А что тогда меня спрашиваете об этом? Видите, женщины удивительные люди. Они очень искренние по своей природе. И очень сильно хотят понять, как правильно делать. Но часто они не слышат с первого раза то, что им говорят. Поэтому я понимаю, что вы женщины. Повторяю вам еще раз. Сначала нужно обрести себя. Нужно в отношениях с Богом успокоиться и относиться к своему мужу так, бывшему мужу, что вы чисто и светло его воспринимаете, как вы все простили ему по-доброму. И у вас нет к нему ни обиды, ни тяги, ни боли, а просто спокойное чувство. И до этого момента, пока этого не произошло, вы не должны ни с кем строить отношения. Даже если Бог вам показал еще какую-то мечту. Не надо ничего делать сейчас, потому что это невозможно. Вы сначала должны свое сердце освободить от вашей проблемы. Ваша проблема — это постыдная привязанность, понимаете? И сейчас эту привязанность культивирует в себе тот человек, за который за вами ухаживает. Именно в том настроении, в котором вы сейчас находились. Поэтому даже в его сторону вы посмотреть не сможете. Вот вы когда исправите себя, и сердце ваше станет чистым и светлым, может быть и тот человек исправится, если Бог уже поменял направление, вектор. Но он сам решит, понимаете? Потому что сначала вы очистите свое отношение к своему бывшему мужу, и у него будет длинный путь к вам. Захочет ли он его идти или нет, это его проблема. Не ваша уже будет, а сейчас проблема ваша. И потом вы увидите, пойдет он в ваше отношение назад или нет. Если он пойдет, ждите. Если не пойдет, вот есть еще один. Но отношения будут другими. В этих отношениях вы его будете мучить, а не он вас. Вы станете гордый и вот такой надменный, как ваш муж. и можете бросить в этих отношениях тоже, понимаете? Приведите в себя. Приведите в себя, возьмите себя в руки. И научитесь не зависеть от человека, а любить его. Потому что любовь означает независимость, а желание служить. служение — это достойное чувство. Когда человек служит, он не зависит ни от кого. Он это делает по доброй воле. Сначала освободитесь от постызной зависимости и научитесь по доброй воле относиться к человеку. С этого момента Бог вам даст выбор. Мы так и не пришли к той ситуации, где женщина просто не может никого себе найти. Она одинокая совсем. Давайте с вами поговорим. Да? А вы в это время раскаивались всё это время или просто жили? Ну вот слушали лекции сейчас ваши, наверное, на протяжении месяца, но не делали. Долго. Ну как нашла? Хорошо. У меня к вам просьба. Не меняйте свою веру. Потому что меня обвиняют, что я тайно заставляю изменить свою веру в людей. Я здесь говорю, всё только с целью всех обратить свою. Смешно ведь, правда? Ну это вот такие обвинения есть, и мы ничего не можем с этим сделать. Поэтому я вам вот говорю, не меняйте свою веру. Останьтесь своей. Спасибо, что вы встали. Потому что вот те, которые вот так вот, им трудно встать и начать разговор. Но вы встали и начали разговор. Вы не запланированы одиночества в вашей жизни. У меня есть одна родственница, с которой у меня был такой тяжёлый разговор месяц назад. Я не буду как бы акцентировать, кто именно, чтобы не было сплетен. Это довольно близкий мне человек. Она тоже очень жестоко отнеслась к своему мужу, бросила её. Он её до сих пор любит и ждёт. Но она возвращаться не хочет. И тяжёлая очень ситуация, тяжёлая. Она уже не может вернуться, потому что у них разное развитие. Он уже совсем другой человек, она совсем другая. То есть уже вернуться невозможно. Но ей нужно так раскаяться, чтобы Бог простил. Это единственный выход. И если она этого не сделала, то она останется одна. Такой экзамен. Одиночество у женщин в жизни не планируется. Богом не планируется. Но иногда бывают исключения. Удивительно знать, что иногда бывают такие женщины, которые с самого рождения уже, с юности знают, что они должны идти к Богу, а не к мужу. Они могут поэкспериментировать в личной жизни как-то, но потом они чётко понимают, что это не их, и они смело идут в Богу. Монастырь. Теперь сразу возникает вопрос, что это за проклятые такие женщины? Вы ошибаетесь. Это просветлённые люди, и им уготовлено огромное счастье в жизни, которого обычный человек испытать не может. Такие люди являются огромной редкостью. Я таких женщин встречал 4 или 5, всего несколько в своей жизни. Они счастливы в том, чтобы служить Богу и полностью отречены от мира. Такое тоже бывает, но очень редко. Но всем остальным женщинам положено быть замужем. замужем, всем остальным. Почему же тогда 50% не замужем по статистике у нас в России женщин? А потому что сердцем они трудиться не хотят. Не хотят. Есть два природных недостатка. Мужчины природный недостаток — это склонность погружаться в грех или деградировать. То есть это пить, курить, гулять. Это природный недостаток мужчины. Есть ещё природный недостаток женщины. Знаете, как он называется? Лень души, лень сердца. Эта лень может принимать странные обороты. Слушайте внимательно. Что делать? Женщины что делают? Нужно начать быть женщиной. Быть женщиной означает заботиться о ком угодно. Если нет людей, о кошечке или собачке. Если нет собачек, о деревце, которое растёт возле дома. И так далее. Понимаете, надо начать жить. Жизнь женщины означает заботу. Если женщина начинает заботиться, у неё появляются волевые силы. Ухаживать за собой, строить отношения и так далее. Она оживает. И она начинает действовать в том направлении, в котором она должна действовать. Приходит время, и она выходит замуж неизбежно. Лень души не даёт возможности. Лень души не даёт возможности раскаиваться. Не даёт возможности быть активной. Жизненную позицию занимать означает заботиться. Одиночество означает лень для женщины. Лень. Она просто уже не может. Ей так хорошо уже. Она не может жить. Она просто застывает. Застывшая судьба означает ленивая судьба. Часто женщины оправдывают свою лень. Они думают, ну всё нормально. У меня всё нормально, у меня нет проблем. Проблема есть. У женщины нет силы воли заставлять себя. Это не нене, нет необходимости в этом женском теле. Женщина никогда не должна заставлять себя. Она должна просто учиться изо всех сил, заботиться. Искать себе объект заботы. Прилагать усилия, чтобы заботиться. И когда женщина начинает так жить, у неё появляется воля, энтузиазм, желание жить, создавать семью. Она расцветает в этом случае. Услышали меня? Древление в волевой спектре, надо себя заставить, это неправильно. Нужно просто начать заботиться о том, кто есть вокруг. Это даст силы раскаиваться и так далее. Силы появляются у женщины, когда начинает жить. Ну, рассказывай. Уходим назад, я встретила чеколета. И встречи получаются очень редкие. И ситуация такая. И всех, кто понимает, что я холодный, я не тоскал. Ещё выясняется, что человек больше алкоголя, больше игромал. И говорят, я ленивый, я слабый и такой никому не нужен. А вы хотели как мужа такого же встретить, что ли? Нет. Это уже всё, до свидания. Нет, как мужа, не так же, не так же. Но есть два варианта. Или мужчина очень сильный в вашем случае, или очень слабый. Чего вы выбираете? Это, кстати, любой женщины касается. У женщины всегда есть два варианта. Или мужчина очень сильный и придётся туго. Или мужчина очень слабый, который не нужен. Что вы выбираете, женщины? Сильного. Вы уверены? Хорошо подумайте. Вот она выбрала и не смогла. Ну? Я сильно сейчас удивляюсь. Тогда со слабым. Ну всё, всё, решение принято. Но песня-то для вас была, я же специально включил. Где ты раньше был? А любить уже нету силы. Это лень души называется. Начинайте заботиться. Оживайте. Оживайте. Перестаньте жить пустой жизнью. Оживайте, служите, заботитесь о других людях. Женщины. Не ждите пустой жизнью. Для женщины, которая поглощена только работой, это пустая жизнь. И женщина, которая живёт в лене, это пустая жизнь. Для женщины наполненная жизнь, это только жизнь в заботе о ком-то и жизнь с Богом. Два типа жизни для женщины наполнены. Остальное всё это просто самовыживание. Понятно, что женщине придётся работать, если она одна, иначе она не выживет. Но это не жизнь для неё. Для неё жизнь — это забота. Даже на работе надо заботиться, иначе семьи не будет. Будет одиночество. Одиночество в семье — замечательная, хорошая тема. Давайте, задавайте вопрос. Нет. Вот-вот, женщина рядом. Совсем в тему, прям супер. Спасибо. Ввиду неправильного моего отношения с мужем, я замужем уже 14 лет, и вначале он был очень сильным, и я ему позволяла, наверное, вот, его целью развивался на почве моего потакания. В итоге, вот, он, наоборот, стал заграбировать и спустился. Ну, вы поменялись местами, качели поменялись местами, да? Сейчас вы, как бы, эгоизм проявляете, а он слабеет. Он не то, чтобы слабеет, очень крайняя ситуация. Он алкоголик, он не работает, он живет за счет того, что я зарабатываю для себя, ну, и семью, и детей. Вопрос такой, я давно уже слышу ваши лекции, и меня в этот год у меня произошли большие изменения как-то в своем мироощущении. Я вот тоже клуб «Ладоц» создавала в Севастополе. Как-то вот, вот, мое мироощущение изменилось. Я там, вот, счастье, вожественно, не знаю, почему, как нужно в этой ситуации, обещать его, но вам, да. Молодец, молодец, все правильно, рассказывайте. Вы рассказываете, как побеждать судьбу. Но, давайте, но. Вопрос такой. У нас двое детей, и я переживаю... Не, 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 это не вопрос. Давайте я вам вопрос, да, задам. А вот, когда вы стали счастливой, вы как будто бы в этой ситуации, как заново родились, вы стали счастливой. Он ведь получше чуть-чуть стал? Я пока не вижу. Но хватит. Нет, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Есть два только варианта. Или он от вас отдаляется, уходит как бы от вас из вашей жизни, или он становится лучше. Какой из этих двух вариантов в вашем случае работает? Он не уходит совсем, но он... Удаляется? Что-то изменит, но еще не будет. Женщины удивительные люди. Ко мне пришла одна женщина. Муж стоял за дверью. Она говорит, Олег Геннадьевич, у меня мужик вообще, вот, понимаете? Ну вот, я стараюсь изо всех сил. Никаких изменений нет. Ну как с ним можно жить? Я говорю, а где муж-то? Она говорит, там он за дверью стоит. Я говорю, ну пригласите его. И мы начали общаться с мужем. Она говорит, ну вот, вот Олег Геннадьевич, он курит. Я говорю, вы курите? Он говорит, я уже почти бросил, я раньше курил 10 сигарет, а сейчас курю меньше одной в день. Она говорит, не хочет молиться. Я говорю, вы молитесь? Он говорит, полчаса в день молюсь. И так далее. То есть она делала утверждение, потом я его спрашивала, оказалось совсем иначе, всё не так. И знаете, в чём проблема заключается? Проблема заключается в том, что она не поняла, что она вышла замуж за мужчину. В этом проблема. Потому что в мужской психике перемены происходят крайне медленно и крайне трудно. Мужская психика, она очень сильно направлена в одно направление, пусть даже в деградацию. И поменять рельсы очень сложно. Мужчине надо прилагать колоссальные усилия, чтобы поезд поехал в другую сторону. А женщина, она просто не понимает, что это так, и говорит, нет, он как бы не меняется. Вот смотрите, она сейчас рассказала этапы победы над своей судьбой. Это необычный человек. Главные этапы уже пройдены. Слушайте внимательно. Первый этап. Человек просто начинает, несмотря на ситуацию, не бросая близкого человека, начинает правильный путь. То есть человек обращается к Богу, начинает духовной практикой заниматься, начинает работать над собой, и при этом сохраняет семью, находясь рядом с человеком, который деградирует, человек невежести. Теперь вторая стадия. Она утверждается в своей работе над собой, утверждается в духовной практике, и создает еще структуру, в которой она дает заботу другим в этой духовной практике. В данном случае это клуб благости. Смотрите, что дальше. В этот момент, когда она утверждается, он останавливается в своей деградации. Но женщине это понять невозможно, потому что она же хочет сразу, чтобы он в облаках летал, а он не летает. Теперь смотрите, что дальше происходит. Она утверждается в своей... и побеждает фактически свою судьбу. В тот момент, когда женщина чувствует, вот это чувство, когда приходит, несмотря на то, что у меня муж деградировал, как она говорит, хотя он уже в это время не деградирует, я чувствую себя хорошо, у меня жизнь наполнена, у меня все хорошо. Поднимите руку женщину, у кого-то такое произошло сейчас. Пожалуйста, я вас умоляю, не бросайте своих близких людей. Вы уже всю основную работу сделали. Понимаете? Вы потом дальше только хорошее будете видеть. В этот момент он уже не может деградировать дальше. Его деградация останавливается, и он начинает улучшаться. Но его попытки улучшаться кажутся для женщины просто мизерными, потому что он мужчина, а не женщина. Эта женщина, раз, и все, и на лекции. Раз, и все поменяла в жизни. Потом раз, и надоело все им этим заниматься, опять живу, как раньше. Все очень быстро, понимаете? Мужчина так не бывает. Спасибо вам большое. А вы согласны с тем, что говорили? Я, может, что-то сочиняю сейчас. Я все время так. Он же лучше стал? Нет, я не знаю. Чуть-чуть лучше стал? Ну, чуть-чуть. Ну, здорово. Скоро будет еще лучше, и все. Там, конечно, всегда будет хотеться больше, чем есть на самом деле. Такова природа женская, и хочется всегда больше от мужчины. Знаете, мужчина эксплуатирует весь этот мир. А женщина эксплуатирует только мужчину. Поэтому она никогда не согласится с его несовершенством. Потому что там находится объект ее наслаждения. И на мужчине находится объект женского наслаждения. Не в этом мире. Ее сознание направлено только в одну точку. Мне, наверное, потом не стало. Хорошо же, что я по-другому знала. Вы Бога поставили выше мужчины. Это победа для любого человека. Когда человек Бога выше человека ставит, вся его жизнь становится прекрасной. Это называется вера в Бога. Остальные все люди верят в людей. Есть три типа людей. Одни люди верят в людей. Это люди в страсти. Они верят в свою мечту. И всегда ради этой мечты живут. Они думают, что у них будет светлое будущее. Вот это роман. Несмотря на то, что Олег Геннадьевич сказал, что такого нет, у меня все равно будет. Это люди в страсти. Они верят в это вот принц на белом коне и все прочее. Вот это вот дурманом сладким веяло. Они в это верят, ради этого живут, что когда-нибудь это к ним придет. Есть люди в невежестве, которые верят только в себя и хотят нахрапом победить этот мир. Люди, которые через насилие действуют. Что женщины, что мужчины. Такие люди, несомненно, потерпят неудачу в жизни. Есть еще третья категория людей. Это люди, которые поняли, что на первом месте всегда в жизни стоит высшая личность или святость. Когда человек это понимает, тогда все остальное в его жизни обязательно устроится. Обязательно. На сто процентов. Когда он сдаст свой экзамен. Дополнение. Дополнение небольшое. Спасибо вам, что вы встали. Очень важно. У нас сколько времени-то? Чувствую. У нас еще чуть есть время. Нет, нет, все. Вопросы. Дальше мы двигаемся. У нас есть тема. Итак, разводы и их причины. Главная причина разводов такая. Давайте немножко мы с вами поговорим просто о системе, которая есть. Я не часто в современной науке вижу гениальные вещи, которые действительно существуют в жизни. Но разок я у одного психолога по семейным отношениям увидел одну кривую, буква В. Эта кривая означает то, что есть на самом деле. Это и есть то, что бывает. Сначала люди влюбляются друг в друга, и у них очень много счастья. Потом они привыкают друг к другу и постепенно узнают, что у них есть эгоизм. В это время они живут уже не менее 5-6 лет вместе. И когда приходит время 7-9 лет, их отношения находятся на пике, с самого низа. Потому что вот эта вот идея, что я с мечтой своей буду жить, терпит полное фиаско. Никакой мечты нет, все люди имеют недостатки, и эти недостатки всегда будут причинять боль. У женщины женские недостатки причиняют мужчине боль, мужчины мужские причиняют женщине боль и так далее. В это время, если они, эти люди, не начали заниматься духовной практикой, практикой шансов сохранить семью нет. За исключением тех случаев, когда люди просто тупо живут друг с другом на этом низу, не имея никакого счастья, никаких отношений, просто как два растения рядом. Стоят и растут в каждой своем горшке в разных комнатах. Если человек начинает заниматься духовной практикой и понимает, что близкому человеку надо отдавать, а брать надо не у него, а у Бога, потому что все хотят брать друг от друга. С этого момента его буква «В» начинает идти в другую сторону. И он просто служа близкому человеку, заботясь о нем, первое время не имея никаких чувств к нему вообще, вдруг в какой-то момент замечает от него благодарность, симпатию, хорошие качества, и все-все самое лучшее, что может быть в человеке, этот человек замечает, постепенно служа ему. Его буква «В» повышается до самого верха, доходит до самого пика опять, и человек видит, что он победил свою судьбу. Это уже означает, что в это время пришло уважение в семье, пришла верность. Он знает, что это единственный человек в его жизни, и другого ему не надо. И дальше, в результате старения организма, отношения чуть-чуть становятся более холодными, из-за того, что старость всегда все остужает. Но не из-за того, что они должны разойтись и так далее. Теперь, большинство людей разрушают свою семью, вот когда чуть-чуть пошло вниз, потому что они вообще ничего вниз не хотят, они хотят только гулять. То есть их концепция жизни, эта страсть, означает просто наслаждение телом близкого человека. Такие люди хотят только наслаждаться друг другом. Это выражается в виде, сначала в виде влюбленности и романов. То есть сначала они романами живут своими и разрушают отношения, если роман заканчивается. А потом они просто тупо ищут себе партнера по половым отношениям. Вот эти гуляки никогда не смогут создать семью, пока они не поймут, что надо терпеть близкого человека и страдать ради него. Вторая категория людей, это невежественная категория, они не могут создать семью, невежественное отношение к семейной жизни. Следующая категория людей, это те, которые понаслаждались друг с другом, сильно привязались, у них создалась семья, есть дети, они мучаются друг с другом, но бросать не могут, потому что на что-то еще рассчитывают. Они живут вместе, мучаются, и отношения все потихоньку хуже становятся. Почему? Потому что они все больше узнают, насколько человек по природе эгоистичен. Через своего близкого человека узнают вообще людей. Насколько люди по природе эгоистично узнают об этом. Постепенно отношения приходят до ручки. Но если человек начинает заниматься духовной практикой, служить Богу, то вот это все сглаживается, и буква «В» может стать совсем неглубокой. Потому что знайте, что как только начинается служение близкому человеку бескорыстного, бескорыстие невозможно найти в семейной жизни, если человек не поклоняется Богу, невозможно вытащить из себя бескорыстие, потому что желание счастья от близкого человека настолько сильное, настолько упорное, что избавиться от него своими силами без духовной жизни, без помощи святости невозможно никому. Поэтому пока у вас не появится алтарь в квартире, пока вы не начнете служить Богу в своей вере, в своей традиции, в своей культуре, ничего не меняя, поздравляю вас с праздником, пока вы не начнете это делать, никаких шансов сохранить семью нет, мои хорошие, потому что сил не хватит, сил не хватит. Большинство людей разводятся вначале, потом те, которые смельчаки, которые проживают ещё где-то через 8-10-12 лет совместной жизни. Те, кто проживают больше или мучаются какое-то время друг с другом, или буква «В» начинает идти вверх, а тут уже расстаться невозможно, потому что человек видит то, что он хотел в жизни, настоящие, чистые, светлые отношения начинают появляться в его жизни. Итак, слушайте меня внимательно. Если вы видите, что в вашей семье вы очень жестоко относитесь друг к другу, это значит, что Богом в вашей жизни даже и не пахло, потому что Бог проявляется в личной жизни как совесть, а если вы ведёте себя бессовестно друг с другом, значит, веры в вашем сердце нет. Вы даже при этом можете заниматься духовной практикой. Духовная практика означает совесть всегда, в личных отношениях. Можно там приходить, где-то рассказывать что-то друг другу, вместе какие-то программы проводить, потом приходить домой и орать на близкого человека. Это означает, что Бог в сердце ещё не появился. Бог означает совесть. Совесть означает способность принимать человека, прощать и терпеть. Так действует совесть в сердце человека. Вторая категория людей. Если в ваших отношениях нет жестокости, но также нет и глубины, если вы не можете открыть сердце друг к другу, если вы живёте ради совместных каких-то интересов, пусть это будут дети, квартира или что-то ещё в этом роде, то это значит, что Бог уже есть в вашей жизни, но очень слабо, очень слабо. И пока вы не усилите свою духовную жизнь, не будете заниматься ей серьёзно, отношения глубокими не станут, потому что эти отношения формальные и отношения возможности наслаждаться друг друга и терпеть друг друга. Знаете большинство людей, для чего живут рядом друг с другом? Для того, чтобы пользоваться энергией друг друга. Мужчина приходит домой, потому что ему нравится жить в энергии женщины. Она спокойная, приятная, заботливая. Женщина находится рядом с мужчиной только потому, что ей нравится энергия мужчины. Это мужчина, на который можно положиться, опереться. Она даёт возможности какие-то в жизни детей, там и так далее, квартиру. Это называется корысть. Это корысть страсти. Имеет природу влюблённости. Человек думает, что он любит близкого человека. На самом деле он просто пользуется привилегиями противоположного пола. И всё. Настоящая любовь возможна только, если человек служит Богу и в этом служении начинает чувствовать святость сначала в других, а потом в своём собственном сердце. И эта святость в своём сердце даёт ему возможность просто тихо, спокойно терпеть, принимать и служить близкому человеку. Сначала терпеть. Сначала надо близкого человека просто вытерпеть. Это очень сложно. Потом принять. А потом уже служить. Эти три стадии победы над своей судьбой очень сложны. Но когда человек уже начал служить близкому человеку, всё самое трудное в его жизни уже позади. Один мужчина, который верит в Бога, пришёл к своему наставнику и сказал ему, слушайте внимательно, это реальная история, я знаю этого человека, он пришёл к наставнику и сказал, я уже и это принял от своей жены, и это вытерпел, и это уже принимаю. И всё, 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 как бы уже принял и вытерпел. И у меня сразу возникает вопрос, а зачем мне тогда нужна семья? Может мне жить отречённой жизнью уже? Теперь, потому что я уже на всё согласен. И всё принимаю. И наставник, знаете, ему что сказал? В ответ. Что? Да, только теперь ты будешь счастлив в личной жизни. Только сейчас придёт счастье в твою жизнь. Запомнили эту историю? Это ваша история, ваши судьбы. Каждого из вас. Каждого будет именно такая история. И так, одна женщина подошла ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, я не могу понять, у нас семья, двое детей, у нас нормальная жизнь была, у нас всё было хорошо, и с сексом, и с отношениями. Почему он меня бросил? Почему он нашёл другую девушку? И ещё я не могу понять, Олег Геннадьевич, почему Бог его за этого не порвал? Почему он там наслаждается, живёт там счастливо? У него завелись ещё какие-то другие дети, в соответствии с вашими лекциями. Он должен вообще быть низвергнут. А он живёт и нормально, но при этом меня жестоко бросил, я осталась одна с двумя детьми. Уже не смешно, да? Теперь слушайте. Вот если человек живёт с близким человеком, просто из-за семьи, из-за детей, из-за школы, из-за дома, который мы строим, или квартиру, на которой мы копим, просто из-за того, что мы вместе спим в постели, у нас много общего, знайте, что вы потихоньку разрушаете свою семейную жизнь. Потому что всё это не является основанием, заставляющим человека остаться рядом. Единственным основанием, которое может заставить человека остаться рядом, является совесть. И эта совесть приходит в жизнь только в результате служения Богу. Если вы всё это время просто живёте и ходите на работу, но вы не начали думать о том, что такое святость, не повесили изображение святых мест, иконы не повесили в своём доме, не создали алтары, не начали включать духовную музыку, не начали смотреть нравственные фильмы, не начали молитву, не начали освященную пищу готовить, если вы это всё делать не начали, совести в вашем месте, где вы живёте, в вашем доме не появится. И это значит, вот эта идея мечты в сердце близкого человека будет потихоньку тлеть. И в какой-то момент эта мечта придёт в его жизнь и разрушит вашу. И он забудет про то, что он любит своих детей. Понимаете, когда человек отравляется влюблённостью, эта влюблённость — страшный яд для сознания. Представляете, мужчина, который отравляется влюблённостью к другой девушке, у него остывает чувство даже к своим родным детям. Он даже к ним не относится так глубоко, как раньше. Они становятся получужими для него. Представляете, какая сила? То есть у него была семья, у него была любовь к жене, к детям. Всё разрушается просто этой влюблённостью к другому человеку. Так почему вы тогда боготворите это чувство и считаете его таким возвышенным? Что здесь возвышенного, если такая сила разрушительная в нём находится? Так зачем тогда об этой влюблённости думать и мечтать? Оставьте её в покое. Пускай она живёт своей жизнью, а мы будем жить своей. Есть семья, есть дети, и слава Богу. Надо думать о Боге, жить для Него, и когда совесть придёт в вашу семью, никто друг друга бросать уже не будет с этого момента. Это невозможно. Совестливый человек бросить не может. Бог ему не позволит сердце. Итак, мы разобрали тему развода и их причины. Причина только одна, бездуховность. Других причин нет. Есть ещё тяжёлая судьба, бывает такое, что человек духовный, развитый, и всё равно разрушается семья. Это особое испытание, в котором человек обязательно получит свои награды, если он её пройдёт. Семейная жизнь не разрушает, семья может разрушиться, но Бог может дать кого-то ещё дальше. Понимаете? Бывает такое, что семья разрушается в силу непреодолимых обстоятельств. Вообще, могут убить близкого человека, он может погибнуть. Всякое может быть. Но возможность жить вместе у такого человека не пропадает. это просто испытание, которое должен пройти и всё. Я не рассматриваю этот случай. Я рассматриваю тот случай, когда человек просто наслаждается жизнью и думает, что у него всегда будет всё хорошо. Это глубокое заблуждение. Нужно начать служить для Бога, совесть, культивировать семье, иначе шансов нет. 80% разводов сейчас у нас в стране и это означает 80% бездуховности в нашей стране люди на 80% бессовестны, не имеют в сердце глубоких отношений с Богом, к сожалению. Но мы должны поменять эту ситуацию с вами все вместе, своим примером. Своим примером. и первое, что мы должны сделать, мы должны остаться в своей вере и углубляться в неё, углубляться. Ничего не меняем. Итак, вот эта тема «Жили-жили, плыли-плыли и приплыли». Кого вопросы? Да? Мужчинам всегда мужчинам интересно давать, мужчины более искренние в этом плане? Если они задают вопросы, да? Спасибо большое. Ситуация была такая, что послушать много лекций, я решил, что перетерплю. И в последний момент, буквально неделю за дверью свадьбой, я почувствовал непреодимый груз того, что вся семья вообще не любит и просто не принадлежит как прикалываться, считая меня каким-то необычным. Вы же необычный. Не знаю. Вы необычный. Надо мной тоже все прикалываются. любовь между нами не смогла пройти. Когда мне на самом деле сказали, чтобы я женился, я уже эту мысль оставил. И первая мысль, которая у меня возникла, это они. Хотя я продолжал искать других девушек. и как только у меня отношения вроде как начинались, все время приходила она, хотел написать, я начинал опять вспоминать. Давайте короче. Да. Что получилось в результате? Мы не можем быть вместе. Хотя друг друга не можем быть вместе. Не знаю, что происходит. А что происходит? Вот что вам мешает быть вместе? Быть питанием. Значит, вы не готовы составить семью, просто видите? Вы не можете терпеть женские эмоции, да? Нет, я не могу. А что тогда не дает быть вместе? Она вас не кормит, что ли? Ну, можно и так сказать. Не любит готовить, да? Любит, но не то, что она для себя готовит, не для вас, да? Ну, вы скажите, что вам нравится? Она говорит, надо идти отсюда. Ну, тогда кушайте то, что она делает. Мои хорошие, видите, это означает, ну, вспомните стихотворение, как там? И не писай в мой горшок. А? Как там? А? Не играй в мои игрушки и чувствуете? Все это означает? Нет, это означает, что вы не готовы просто жениться, не созрели просто еще. Надо строить отношения с ней, продолжать общаться, но не в формате очень близких отношений, в формате дружбы. Постепенно вы созреете и как бы она начнет готовить для вас, а не для себя, а вы начнете любить то, что она готовит. Это просто незрелость, нормально, люди созреваются со временем, все приходят. С мясом как быть? Ради вас она бросит со временем. это времен должно быть немного и мало . Смотрите, он со мной торгуется, видите? А Геннадьевич, сначала все-таки стулья, да, Игнать? сначала стулья, потом деньги. Я не знаю какой эффект, у меня она не хочет уходить из дома с родителей и все время привязана к наставлениям своих родителей. Каждая женщина привязана к наставлениям родителей. Если женщина не привязана к наставлениям родителей, она не благочестива. Благочестива женщина любая, привязана к наставлениям своих родителей. И в плане вот этих всех вещей мясо-не мясо женщине очень трудно поменяться, потому что она имеет стабильную природу, ей трудно. Общайтесь, строите отношения на дистанции пока. Это вам, эта дистанция поможет обоим. А эта дистанция будет вызывать в ней желание развиваться, вас учиться терпеть женскую природу, женский характер. Женщины, послушайте внимательно. Это сейчас для вас будет очень полезно услышать. Я ему сейчас очень сокровенные вещи, которые только в мужском клубе говорю. Сейчас скажу при всех, потому что он очень верит моим лекциям. Я сейчас ему дам наставление при вас. это будет для вас, для всех женщин. Как вас будет? Роман, дорогой мой, вы даже представления не имеете, что в личной женщине вытворяют. То, что она сейчас делает, это просто цветочки. мужчина все равно все это должен вытерпеть. Женщины, вы согласны? Теперь я еще продолжу. Роман, самое удивительное заключается в том, что они не хотят этого делать. они всего этого вытворять не хотят и не могут с собой ничего сделать. Потом, когда они все это делают, они и говорят близкому человеку, что я женщина и у меня вот так все происходит. а ты то что выходишь в свою равновесие, ты же не женщина. Так ведь? Поэтому, Роман, будьте счастливы тем, что в этом мире есть женщины. Они нас делают крепкими, сильными, мужественными и отважными. И не пытайтесь найти себе кого-то другого в жизни. Если вы хотите создать семью, надо искать женщин. Понятно? Я не буду сейчас говорить про мужчин, потому что только женщины способны о себе слушать во время лекции правду. Мужчины сейчас все убегут отсюда и смогут это услышать. Бай такими, да? то есть мы жили-жили и приплыли. Давайте вот туда микрофончик. Женщина, вы не обиделись на меня? Все нормально? Спасибо вам. Мужчина не лучше, честно вам скажу, вообще не лучше. Точно такие же. У них тоже куча проблем. всем. Здравствуйте. Здравствуйте. Ваши с вами Дарья может задать вопрос. Я как раньше нужно сказать в Три Пути. Мы замужем по гре. Вот это как раз было в случае, когда он сильно умерил от меня, а потом умерет. Полтора года назад он меня начал изменять. Потом я об этом узнала и я попросила. Измена означает совести нет в отношении. Правда? Вы занимаетесь духовной практикой, насколько я знаю. Я вас уже не первый раз вижу на лекции. То есть вы с этого момента начали другую жизнь. И сейчас что происходит? Сейчас он тоже изменяет? Да. Он сначала все пошло на поправку, а потом в какой-то момент отношения стали довольно хорошими. И он сказал, что давай попробуем жить отдельно, меня вроде к тебе уже и тянет. Но при этом я чувствую, что это вот цель, что я это должен. И вот это меня отталкивает. Вот давайте отдалимся. И мы как раз так и сделали. Я с ребенком приехала к его родителям, он стал один. Это была ошибка. Не было возможности этого трасси. Не надо было его отпускать. Вы позволили ему грешить. Совесть совесть или ответственность это и есть любовь. То есть он вам сказал у меня к тебе есть настоящая любовь, но я хочу наслаждаться жизнью. а вы ему сказали ну иди наслаждайся. Нет он так и сказал что он просто не понимает что он говорит. Настоящая любовь это ответственность перед человеком, а желание балдеть это не любовь. Он выбрал этот балдеж сейчас. Это путь в никуда понимаете это же ваш муж. Зачем вы ему позволили это делать. Вот в этом случае не нужна была жизнь отдельно. Понятно это же никогда не остановится. И я не знаю я в принципе чувствую что серьезности в нем не появилось. Просто наверное охладел уже к ней. Вот сейчас он в Амстердаме с ней пишет мне кажется там очень часто вот приезжает и надо что-то решить и он приезжает назад сюда что-то и вы общаетесь с ним как у вас близкие отношения с ним есть в это время еще вопрос в том что я жила с его родителями тоже не очень все складывалось это нормально это правильный выход с его родителями это хорошо но у него мама очень эмоциональная она очень меня как-то она у нее не было желания ему говорить о том что он не прав она делает вам надо сейчас этому человеку ставить серьезные условия вести себя с ним очень строго но не отталкивать от себя надо ему сказать что он должен я готова жить с тобой должен порвать отношения которые у тебя сейчас есть должен делать то 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 и тогда я смогу тебе постепенно простить если ты всего-то не делаешь я не смогу принять это все вы слушайте сейчас то что я говорю сейчас речь идет не о вас проблема заключается в том что вы не умеете воспитывать мужчин женщина слышите да женщина это не губка понимаете это не бесформенное существо с которым можно делать все что хочешь женщина должна обязана воспитывать свою мужа строгостью и строгость надо проявлять не тогда когда он уже распустился когда только самые первые признаки этого пошли надо быть как скала сразу то есть надо в этот момент очень твердую позицию занимать это не означает ревность означает здравый смысл мужчину надо вот так сразу охлаждать когда у него появляются вот эти вот идеи какие-то и вы сейчас так должны себя вести вы должны поставить им очень строгие условия совместной жизни и наблюдать дальше за ним не думая придет он назад или не придет сейчас уже от вас ничего не зависит вы должны просто поставить условия и смотреть если его потянет назад вы должны строго очень себя вести не позволять больше ему этому человеку наглеть вообще в жизни и если он не сможет вернуться назад ваши строгие условия его испугают испугают это его проблемы это не значит что вы бросили этого человека понимаете это значит что вы сдали свой экзамен вот сейчас для вас не сдать экзамен это сделать второй шаг в сторону вот этой распущенности вы сделали уже первый шаг ну иди поживи один иди поизменяй мне это первый шаг теперь второй шаг ну да я тебе принимаю живи как хочешь и делай все что хочешь это второй шаг его распущенности последствия необратимы пока бог хочет чтобы вы были вместе его тянет назад вы должны стать строгой с ним и при этом не отвергать его это только с помощью бога можно сделать нужны духовные силы иначе у вас ничего не получится нет нет я так и думала субтитры хотела вас спросить еще можно уточнить по поводу я хотела сейчас снять квартиру отдельно с ребенком вот но я не знаю супер идея супер идея отлично если есть возможность нормально то есть лучше отдельно чем с его родителями у нас хорошее отношение но постоянные конфликты возникают не не лучше отдельно лучше с его родителями но если вы не можете отдельно тоже хорошо с его родителями до последнего момента лучше лучше с его родителями до последнего момента это супер это супер представляете как она вас воспитывает какую она пользу для вашего характера делает если вы научитесь снисходительно к ней относиться если вы видите что это грех так себя вести вы можете аккуратно делать как надо но при этом всегда и и слушаться представлять какую пользу для вашего характера это будет иметь будущем не обязательно если она греховная что-то говорит не обязательно как поступать может делать по-своему но при этом уважать ее мнение старшим нужно уважение то самое главное